Всем привет! Вы на канале Орлова Городище. Сейчас пойду на колодец для того, чтобы взять воды, чтобы помыть вот такие вот штуки. Это ниппельная поилка для перепелок. Нужно их хорошенечко отмыть. И мы уже взяли клетки для перепелок. Перепелки уже подрастают. Сейчас я вам покажу, какие они в данный момент. Вот такие. Мы их взяли... Когда мы их брали-то? В начале месяца мы их брали сегодня. Уже 19 февраля. Мы где-то 3 февраля их взяли. Вот они уже такие большие. Им уже здесь места мало. Вот. Эй, вставай, а он. Просто напугал меня. Уже так жарко у них. Но им нужна такая температура для того, чтобы они чувствовали себя комфортно. Сейчас мы отправляемся на колодец. Не знаю, может, дети со мной пойдут? Вот такие клетки для перепелок. Я не знаю, как-то у них тут яйца выкатываются. Я понять не могу, куда они выкатываются. Вот на этой посмотри. Так. А, получается, перепелки вот здесь вот сидят и вот отсюда выкатываются яйца, да? Ну что, городские, желаю, чтобы вы однажды так же вышли в свою ограду с ребятишками, попили чайку, посмотрели вокруг на красоту, на свое хозяйство. И чтоб на душе у вас было спокойно. Пелогейка повторяет за мной, как это говорят. Дети это наше отражение. Она говорит, я тоже хочу такой платок одеть. Я говорю, так это не платок, это шаль. Ну что, кто со мной на колодец пойдет? Ты пойдешь? А Ванька пойдет? А, Ваня? Я не хочу. Не хочешь? Ты с папой остаешься, да? С папой остаешься, да. Кого вы тут будете делать? Клетки дальше вертеть. Писанки? Вот так вот, и держи. А я что поснимать? Буду в одной перчатке. Потом заберу у тебя вторую. Так, все, погнали, да? Нравится кататься по деревне? Да, Пелогейка? Вот так вот мы обычно выходим. Колодец недалеко от нас. Вот здесь вот еще дом идет. Получается, через дом вот возле того, возле следующего дома. Колодец. Давайте побыстрее. Ускорим темп. Нас Джек догоняет. У нас, кстати, сегодня банный день. Хоть у нас бани и нет, но мы поедем к бабушке в баню. А обратно Пелогейка уже сама идет пешком. Потому что мне нужно унести вот эти два ведра воды. Уже достаточно жарко становится. Солнышко припекает. Значит, скоро весна. Все, я пришла. Два ведра принесла. Первым делом, что я делаю? Мне же нужна теплая вода, чтобы помыть вот эти непильные паилки. Для этого я сейчас делаю сюда этот... Здесь вот такая штука. Так вот, чик. Потом мы берем вот такое супер приспособление. Это называется разработка человечества. Ну, немножко, мне кажется, воды не хватает. Сейчас еще чуть-чуть добавлю. Надо, чтобы где-то досюда было. Ну, хотя... Обязательно нужно попить свеженькой воды. Холодная такая. Все, выливаю сюда. Это приспособление называется... Блин, забыла, как... Это приспособление зовется кипятильник. Все будет греть водичку. Да, в нашей семье происходит так. Если мы рассыпаем соль, нам нужно через левое плечо три раза вот так вот соль бросить. Это какое-то суеверие. Все, три раза соль через левое плечо. Не знаю, кто это придумал. Делаю второй рейс на колодец. Нападают собаки. У нас есть скважина. Но сейчас она пока что не работает. Потому что, во-первых, зима. А во-вторых, вода оттуда не самая чистая. Потому что она с примесью глины. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока.